я не могу описать вот это состояние когда ты настолько волнуешься переживаешь и у тебя такой страх но ты не знаешь что тебе делать вот я просто просыпаюсь я вижу все эти новости первое что я делаю я пишу друзьям которые живут в украине пишу белорусам которые бежали в украину и когда с ними все хорошо и они там в дороге уже куда-то думают потому что у них уже начались какие-то глобальные проблемы это очень страшно потому что ты и так переживал жил в стрессе за родных в беларуси а тут твой стресс помножился на тысячу мы студенты из беларуси которые хотят оказать поддержку украинцам и очень переживаем по поводу ситуации потому что мы сами находимся в не лучшей ситуации понимаем как это тяжело и мы хотели бы показать нашим флагом нашей массовой студентка в бенту главный аспект моей жизни учеба полностью разрушился я не смогла больше учиться в беларуси это было очень тяжело было невозможно иметь свое мнение и учиться параллельно потому что политика полностью перешла в университет и причем очень жестко начались угрозы со стороны администрации получается посредине пар нас могли забрать на разговор с прокурором города минска это было ну как вам обязательно поскольку мы имели определенное мнение и позицию показывали открыто нас вызывали и к декану проводились беседы разговоры и в ходе разговоров были такие фразы если вы сейчас не замолчите вызову нас милицию а потом в университете стали служить люди в масках гражданском и через буквально пару дней на нас выходит проректор чешского университета лично пишет в телеграме он с нами связался и сказал что он готов нас взять это было так сказать еще одна тайная операция как 16 людям тихоря с одного курса уйти меня встретили здесь меня довезли меня устроили в общежитии мне помогали первое что самое для меня классное удивительное было это отношение между преподавателем и студентом ректора бенту мы видели один раз в жизни это нечаянно при проверке он проходил мимо даже не здоровался мы с ректором ездили на экскурсию в бурном его родной город он лично с нами гулял повел нас на пиво нам просто пиво угостил мы три дня с ним жили там он все нам организовал мы разговаривали обо всем архитектуре о его жизни его учебе семье мы рассказывали про свою семью то есть это было уже ну такое какое-то партнерское общение как как человек с человеком не как преподаватель и мы ему в любой момент можем написать нам всегда ответит на личную почту какую-то если брать бенту у нас одна единственная почта на весь университет мы никак не можем связаться с какими-то вышестоящими людьми в университете в беларуси ты преподаватель есть преподаватель ты не имеешь права там иногда даже поздороваться где-то как-то не в неформальной обстановке то есть где-то на улице здравствуйте а почему вы так поздравить а почему вы это почему вы там рук рукой помахали когда сказали здравствуйте когда немножко утихли эмоции в плане пришел холодный рассудок мы начали думать что же делать первое что мы сделали мы связались с нашим деканом проректором проректором университета потому что мы узнали что он сразу же сказал что я хочу помочь я хочу найти студента все вывести мы предложили свою помощь мы тоже были не в такой ужасной ситуации но мы понимаем каково это каково это когда ты боишься когда ты боишься выйти на улицу когда твоя семья находиться в опасности и мы решили взять все свои руки организовать митинги в поддержку именно от нас белорусских студентов которые были внуцены опустить белорусско потому что протестовали против режиме лукашенко диктатора который с политических дубов дубов не пронаследовал а мы сели опустит из вас студия были выхождены из университета из Минской технической университета которая организует белорусские студенты нашей факультеты технической университеты что вот мы народ и мы даже не можем жить в своей стране но мы также бежали мы в такой же ситуации если там получилось в украине война что другого государства напала у нас наше государство наш же народ просто убивает и не дает жить пришли до меня у понеделок 27 вероясня меня как раз в хате не было с на годы того что треба взять ружье моё полевничное на экспертизу меня не было я был в волковыске в той часа я живу побочек с волковыском в вёске подороск они знайшли фотосдымок некальки год тому назад мой фотосдымок с моей татуировкой погоня яку я выклав тем самым зарубил некий протест несанкционированную акцию митинг и выказал свою там опахарду те кто называется он выказал свое незадовольнение президентом республики беларусь суд установил что колоса по 30 сентября 2021 года размещал в социальной сети facebook в свободном доступе свою фотографию с изображением на спине тату в виде герба погони чем публично выразил свой протест против действующей власти то есть провел пикетирование с нарушением установленного порядка я думаю что коли уже и наступным разом приду суд так то я думаю что меня уже не выпустят тому я худка вельми организовался взял квиток як бы и пересек межу ну нормально одразу польский помежник сказал он загадался что я политичный утекач бо я пачал там про причины нек так казать но якая причина у меня была утекать то есть не каких причин на других не было ну и я я гену загадался я пытался ти потребна юридичная альбома материальная допомога ну я был уражены так как бы и сказал что не дякую богу меня уже чекают сябры в варшаве як бы ничего не потребна только пропустите карате я особливой допомоги то не просил то есть у меня было где жить не было за что харчуваться сябры на перши там тыдень-два меня подтримали а далее уже я организовал сам там життё своё я пошел на курсы мова на нова яке уже закрыли в беларуси и я был выкладчиком волковыску я пошел тут мы организовали их у варшаве зараз это все называется мова на нова с варшавы можно глядеть стримы то есть для беларусов в инстаграме и его гуля ну и в сентябре того что я вырошу покольки я выкладчик истории и у меня есть ну досвид 11 годов и так я вырошу зарабить свой властный проект история с голосом 15-20 человек приходят и слухают им текавой и мне это некая отдушина такая то есть як бы что можно ну и тут можно снести людей и можно трансляции организовывать веды оси по реставрации и досвид есть по реставрации и вогули по организации працы вось поэтапной покераванье ну при нам ци там штат был мне там поля 10 человек то есть это все есть тому калли вось можно так сказать калли ух не кто у бачить на вот там с карпат альба там с сбережи балтийского моря я готовы переразглядать пропановы переехать туда и ну заняться уже одновлением нажаль не белорусской не нашей спадчины а польской спадчины белочервон на белостях символ погоню люди сприняли к своей это позитивно то есть сприняла тая частка грамматства якая дагетуль ну не ведала у ее просто было пустота то есть отсутность неких плану символов утворились она вот маленьких городках ну я как бы в аукавыск там пружины не знаю солигорск светлогорске там альба лида утворились все такие суполки суполки по территориальному принципу да люди пошли контактовать и доведываться что оказывается мы не одни такие ну и есть еще как бы такие люди с такими же самыми думками я не хожу тут не наякие демонстрации чему потому что у нас сирот сябров есть таки жарт выйти на демонстрацию сказать ну написать на плакате хватит бояться ну то есть ты сам утек и пропонуешь людям якие там застаются с плакатом хватит бояться в это смешно это так не треба рабить ну раби что нибудь для тых людей кали ты хочешь им да помочи а вы исти хватит бояться ну приедь тебе одразу там бобровниках альба в бресте там наденуть кайданы ну таму я и не хожу история может развиваться и она не по спирали развиваться на развиваться у разных боках и можа быть так яку польша там 8 9 год чакать ну память эти боротьбу солидарности да с режимом то и что отбылось это нормально это эволюцина таких прикладов шмат але ну калли гэта все скажем в особица у все мы это беларусов в особица ну як бы у реалии а може и не кали и приклады такие есть и и и и и и и и и